Добрый день! Меня зовут Фалёва Марина и сегодня мы с вами будем заниматься размножением, черенкованием пеларгонии. В прошлом видео мы с вами после зимовки провели стрижку пеларгонии и у нас остались вот такие прекрасные череночки. Сейчас мы из них сделаем много новых. Я вам покажу, как ее размножить, чтобы она у вас укоренилась, радовала вас все лето и цвела. Для черенкования нам потребуются ножницы или секатор. Можно использовать даже обычные ножницы, но у меня есть садовые и поэтому я их использую. Обязательно стерилизуем водкой или фарма-йодом или спиртом, у кого что есть под рукой. Побрызгали, подождали чуть-чуть, протерли тряпочкой, чтобы инструменты всегда были чистые. Пеларгонии может черковать в течение всего лета, начиная с марта и заканчивая сентябрем. Они прекрасно укореняются, размножаются и цветут, но я это делаю весной. Когда вот после зимы я провела стрижку, у меня появилось много материала для черенкования и я это делаю, соответственно, весной. И сейчас я вам все покажу. Черенки могут быть разного размера, в зависимости от того, как много вам нужно их. То есть вот из такого, например, кусочка стебля мы можем сделать до пяти черенков, но нам это не нужно. Мы сделаем буквально раз-два. Смотрите, берем ножницы и смотрим какой длины нам нужен черенок. То есть меня устроит, допустим, если у меня будет два вот таких, обрезаем. Обязательно сверху обрезаем как можно ближе к листочку, все нижние листья убираем. Оставляем два. И что важно, если вы делаете короткие черенки, вот такие, обязательно надо учесть, чтобы было несколько междоузлей. Не одно, два, а хотя бы три-четыре. То есть это легко на пеларгониях сделать, потому что у них междоузлия находятся близко. У этого черенка, у второго, мы также обрезаем все нижние листья. Вот у нас получилось два череночка. Так мы делаем со всеми остальными. Пеларгония вообще очень благодарный цветок на черенкование. Она укореняется как из зеленых, из молодых черенков, так и из перезимовавших, адресневевших, вот из таких в том числе. Так как у нас тут пеларгонии разного сорта и разного вида, их даже вот по листьям можно отличить. Вот это у меня тюльпановидная, а вот это зональная. У зональной вот зона ее, она отличается этой зоной. А тюльпановидная отличается тем, что у нее цветы похожи на тюльпанчики, очень красивые. Вот и таким образом мы заготавливаем черенки. Желательно конечно сорта не путать, между собой их не смешивать, поэтому я сейчас вот занимаюсь именно сначала тюльпановидной, а дальше буду заниматься зональной. И черенкование не зависит от сорта. То есть, если у вас розовидная, тюльпановидная, плющелистная, зональная пеларгония, они все одинаково черенкуются, кроме королевской. Но королевской у меня тут нет, поэтому я вам ее не покажу и не расскажу. А вот эти все остальные сорта очень легко укореняются, очень легко черенкуются. Вот смотрите, у нас получилось у тюльпановидной раз-два-три-пять череночков. Это будет пять прекрасных растений. Сейчас мы подготовим черенки зональной пеларгонии. Очень важно, кстати, очень важно обязательно убирать все бутоны. Вот, то есть, начали появляться бутончики, вот эти бутончики. Их обязательно убираем, прямо обрезаем, чтобы растение не тратило свои силы на цветение, потому что у цветов всегда в приоритете расцвести, чем дать корни. Поэтому мы убираем бутоны. Так как у меня вот этот адресневевший немножко черенок, я возьму секатор, а не ножнички. И буду резать. А, еще важный момент. Чтобы укоренение черенков произошло лучше, желательно, чтобы на черенке хотя бы был один листочек. То есть, вот такой голый черенок очень маловероятно, что даст корни. Может, но процент у него снижается. Поэтому мы вот эту часть просто отрежем и уберем, чтобы она нас не смущала. Вот этот черенок сделаем два из него. Также убираем нижние листья, а верхние обязательно оставляем. Вот я оставила три, ну, можно оставить два, можно оставить один. Я оставила немножко с запасом. Так делаем со всеми, всеми нашими черенками. Также важный момент. Когда мы нарезали черенки, пеларгония очень сочное, скажем, растение. У нее очень много сока. И она легко может загнить при укоренении. Чтобы этого не произошло, мы наши черенки оставляем на воздухе на какое-то время. Я оставляю часа на три. Примерно так. Больше как-то, я считаю, не нужно. Слишком они завидают. Кто-то оставляет на всю ночь. То есть, это на ваше усмотрение. Вот я говорю, я оставляю часа на три. А иногда, если я тороплюсь и у меня очень мало времени, то я этого даже не делаю. То есть, вот пока они лежат, пока я режу черенки, ну, этого достаточно бывает. Ну, так. И вот, повторю, бутоны. Бутоны обязательно обрезаем. Обязательно. Так же, как убираем нижние листья. Вот мы подготовили наши черенки. Вот такие вот аккуратненькие, хорошенькие, маленькие череночки. Теперь нам их нужно поставить на укоренение. Самый простой способ, это налить воды. Желательно, это будет стаканчик прозрачный, чтобы нам сразу было видно корни. Наливаем воду и погружаем в него черенок. То есть, это наипростейший способ, если у вас ничего больше нет. То есть, один-два междоузлия должны быть в воде. Дальше, возможно, другой способ. У меня вот есть такой профессиональный препарат. Называется RediGreen. Я его специально покупаю, потому что я профессионально занимаюсь размножением растений. Окунаем вот так вот черенок. RediGreen сделан на основании гормона ауксина, который нужен растениям для развития корней и роста. Окунаем. После этого ставим его также в воду. Следующий вариант. Некоторые люди, боясь, что черенки у них загниют и пропадут, используют активированный уголь. Обычно активированный уголь, который мы покупаем в аптеке. Берем таблеточку, толчем ее. Делаем порошок. И срез пиларгонии нашего черенка вот так окунаем. Это профилактика загнивания черенков. То есть, если у вас нет никаких укоренителей, нет никаких дополнительных приспособлений, там ни корневина, ни гетеролоксина, ничего. Можно окунуть вот в уголь, чтобы черенок не загнил. И поставить его также в воду. Вот я сейчас все черенки буду ставить в одну и ту же емкость. И получается, у нас будет даже эксперимент со временем. Какой черенок быстрее даст корни и как они себя поведут. Если у вас есть корневин, также окунаем в корневин. У меня просто, к сожалению, нет сейчас с собой корневином. Я тоже часто пользуюсь. Черенок окунаем в пакетик с корневином, достаем и ставим в воду. Это самый простой способ укоренения в воде. Следующий способ это укоренение в перлите. То есть, если в воде бывают такие моменты, когда черенок загнил и пропал, то в перлите таких моментов намного меньше. То есть, допустим, в воде у вас из 10 черенков 6-8 выживут, то в перлите выживают все 10. Перлит – это стерильная совершенно среда. Мы насыпаем его вот так в стаканчик. Также я рекомендую стаканчик обязательно брать прозрачный, чтобы было видно корни, когда они появятся. Смачиваем его, увлажняем. Вот таким образом делаем все то же самое, что делали до этого. Корневин, например, или уголь, или радигрин вот у меня. Окунаем и ставим в перлит. Вставляется, конечно, не так легко, как в воду, но это очень важно, потому что перлит помогает сохранять доступ воздуха к черенкам. То есть, не чистая вода, а еще и воздух, и тогда корни лучше образуются. Важно черенки поставить потом на свет. Лучше всего они укореняются на свету, но не на ярком солнечном. То есть, если вы поставите на яркое солнечное окошко, южное, например, то, скорее всего, у вас они завянут, поджарятся на солнце, скажем так, и пропадут. Вот у нас получилось вот таким образом. Два стаканчика. В одном перлит, а в одном вода. Вот смотрите, вот эти череночки я обрезала примерно месяц назад. Но пеларгония укореняется намного быстрее. То есть, мне сейчас их уже нужно активно садить. Вот это у меня в воде. Корни были даны. Я использовала радигрин для укоренения в данном случае. А вот это в перлите. То есть, если присмотреться, вот тут вот, вот видно корешочки. Вот о чем я говорю, что стаканчик прозрачный и корни хорошо видно. В перлите укореняются быстрее. Это по моему опыту перлит все равно быстрее. Если у вас стаканчик непрозрачный, как определить, что укоренилась пеларгония? Она начинает расти. Вот эти вот листики, вот эти вот прям 4 листика, это уже новые. То есть, черенок у меня был вот такой, как мы с вами обрезали с двумя листиками буквально. А вот это, это уже выросли. То есть, если пеларгония начала расти, значит она укоренилась. Значит, ее можно смело садить в субстрат. Мы с вами закончили черенкование. Не бойтесь, пробуйте. Это не страшно, это очень легко. Пеларгония очень отзывчивое растение. И на стрижку, и на черенкование, на укоренение, на размножение. Пробуйте. Если вы новичок, тем более пробуйте. Это прям очень подходящее для этого растение. А в следующем видео, когда у нас уже появятся корешочки, я покажу вам, как посадить уже укорененные черенки, и куда мы их садим, как мы за ними ухаживаем, и что с ними делаем дальше.